Здравствуйте, дорогие друзья! Как известно, во время последней встречи президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, Никол Пашинян попросил разрешения у Владимира Путина для того, чтобы встретиться с президентом Турции Редзепом Таипом Эрдоганом. С одной стороны, это очень похвально, поскольку если Армения хочет налаживать отношения с Турцией, это говорит о том, что они готовы признать Карабах территории Азербайджана, и они хотят выйти из блокады, чтобы налаживать собственную экономику. А с другой стороны, это звучит очень забавно, что если Армения независимое государство с 1991 года, то есть с момента распада Советского Союза, то зачем нужно брать разрешение у России для того, чтобы встретиться с турецким президентом? Что, он сам не может, что ли, с ним связаться и договориться о встрече? Ну, в любом случае, запоздалое прозрение намного лучше, чем литургический сон. Но, к сожалению, на территории Армении представители оппозиции все еще находятся в литургическом сне, морочат голову собственному народу для того, чтобы прийти к власти и устроить в стране настоящий хаос, то есть дестабилизацию в стране. Они не понимают, что Азербайджану все равно, кто является руководителем армянского государства. Мы готовы вести переговоры с любым, кто будет во главе республики. Для нас главное, чтобы Армения признала формально Карабах территорию Азербайджана. Да, Никол Пашинят неоднократно это делал, но, к сожалению, мирный договор пока еще не подписан. Но я надеюсь и я уверен в том, что он обязательно будет подписан. И единственное место, где азербайджанцы с армянами будут использовать огнестрельное оружие, это будут военные учения, и то только холостыми патронами. А что касается оппозиционеров, то это провокаторы, и, скорее всего, это люди Сержа Сарксяна, Роберта Качаряна, военных преступников, которых, как по мне, то их нужно арестовать и не только по законам Азербайджана, но и по законам Армении. Они являются врагами не только азербайджанского народа, но и армянского народа. Ведь во время войны обе стороны понесли потери. Они являются одними из инициаторов конфликта в Карабахе с 88-го года. Если бы они не мутили бы воду и не инициировали бы конфликт, то не было бы ни первой, ни второй войны в Карабахе. Никто бы не погиб. И десятки, сотни, тысячи людей не потеряли бы своих родных и не потеряли бы своих близких. Так что они являются врагами в первую очередь собственного народа, а потом уже нашего народа. И если они хотят дестабилизировать ситуацию в стране, прийти к власти и, как им кажется, вернуть Карабах силой, во-первых, это глупо. Армения не сможет воевать против Азербайджана. Азербайджан сильнее, чем Армения. И помимо этого, есть они этого хотят. Значит, они в первую очередь не уважают собственный народ. Для них люди это пушечное мясо. Им абсолютно наплевать на слезы матерей. Которые потеряли своих сыновей. Им наплевать на слезы детей, которые потеряли своих отцов во время этой войны. То есть они самые настоящие провокаторы и нелюди. А нелюди должны находиться в местах лишения свободы. Как по мне, то единственное наказание для них это исключительная мера наказания – смертная казнь. Но поскольку мы живем в 21 веке и смертная казнь заменена пожизненным заключением, то, к сожалению, расстрелять их невозможно. Но, как по мне, то в любом правиле нужно сделать исключение. В их случае нужно сделать исключение. И поэтому я надеюсь на то, что в Армении руководителем государства останется Пашинян. Поскольку он единственный адекватный и здравомыслящий политический деятель на территории Армении. Я надеюсь на то, что в самое ближайшее время Армения признает Карабах азербайджанским, будет подписан мирный договор, а провокаторы будут сидеть в тюрьме на пожизненном. Вот это я хотел сказать. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до свидания.